Добрый день! Рада всех приветствовать! Сегодня у нас мини-пленар по системе оценки качества и со мной коллеги Ольга Петровна Чезгиян, начальник департамента педагогики и методики начального общеобразования ИСПО имени Ушинского, Стумницкая Мария Анатольевна, доценты ЕСТ, Рожко Елена Игоревна, начальник экспертного отдела Центра независимой оценки компетенций студентов. И сегодня мы простроим нашу встречу, наш мини-пленар. Следующим образом мы расскажем о том, какие интересные появились в университете практики относительно оценочной деятельности. И захватим то, каким образом это моделируется, потому что всегда, собственно говоря, интересуют какие-то практичные решения о том, как это делается, каким образом это срабатывает. Потому что достаточно хорошо все знакомы с системой оценки школьников, но вот то, что касается системы оценки студентов в университетах, это такой чаще творческий процесс преподавателей, педагогов. И вот чтобы сегодня мы с вами открыли занавес тайны, как это все происходит и как это создавать нужно, значит, мы как раз поговорим об этом с коллегами. Пожалуйста, присылайте ваши вопросы в чат, мы с удовольствием ответим. И сейчас я бы хотела передать слово Ольге Петровне Чисгиян. Она сегодня у нас с коллегами, значит, у них такое групповое создание практики, но представит его Ольга Петровна. Поэтому, пожалуйста, пишите и коллеги, кто с нами сегодня в студии, и Ольга Петровна будут отвечать на эти вопросы. Сейчас Ольга Петровна как раз осветит, значит, уровень СПО, каким образом, в общем-то, происходит осознанность принятия будущей профессии. То, что сейчас в самом пике, то, что очень важно для того, чтобы дальше ребята продолжали, собственно говоря, учиться, продолжали работать, доходили до школы. И вот такой острой проблемой, которая сейчас часто звучит, дефицита учителей, собственно говоря, не происходила. Вот это такой первый шажочек при входе в профессию. Ольга Петровна, пожалуйста, вам слово. Спасибо большое, Ольга Александровна. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники большой конференции. Прежде всего, разрешите поблагодарить организаторов конференции за возможность обмена мнениями. Действительно, предоставлена уникальная возможность собраться в экспертном кругу, в коллегиальном сообществе и поделиться теми наработками, тем опытом, в том числе процесс подготовки специалистов различных уровней. Я сегодня представляю один из уровней образования, это среднее профессиональное образование, и поделиться опытом. Тема исследования, которая, на наш взгляд, представляется одной из актуальных проблем педагогической науки и практики, это развитие осознанности принятия профессиональной позиции у будущих учителей, студентов, которые осваивают педагогические профессии на уровне среднего профессионального образования. Действительно, тема для нас одна из актуальных, так как осваивать профессию приходят те потенциальные студенты, которые оканчивают уровень основного общего образования, то есть начинают освоение профессии после девятого класса, и студенты, окончившие полную школу на базе среднего общего образования, которые также за отведенный образовательной программой период получают профессию с присвоением определенного уровня квалификации. Я представляю наш исследовательский коллектив. Действительно, Институт среднего профессионального образования, это семь учебных корпусов в структуре университета, и такая специальность, как преподавание в начальных классах, где студенты осваивают профессию и квалификацию учителя начальных классов, представлена практически во всех учебных корпусах за исключением одного. Для нас данный контекст исследования в первую очередь связан с выработкой стратегических направлений, совершенствования и обновления подходов к профессиональной подготовке специалистов. Почему мы считаем, что действительно тема исследования актуальна? Ну, в первую очередь, нам важно увидеть, какова модель структурированная, которую можно реализовать на практике, результаты апробации которой можно анализировать и учитывать наработки в перспективе подготовки специалистов. Мы изучаем вопрос становления и развития профессиональной позиции студентов на уровне СПО последовательно, и нам очень важно в исследовательском коллективе понять, какие условия наиболее эффективны для организации образовательного процесса, для реализации требований обновленных образовательных стандартов, и в том числе те условия, которые создают необходимые предпосылки для, в том числе, реализации требований профессионального стандарта педагог. Мы определили проблему, которая, безусловно, задает вектор исследовательской проблематики, и в проблеме мы находимся в поиске ответа на вопроса, на вопрос, каковы вообще сущность профессиональной позиции учителя. Действительно, та или иная профессиональная позиция и ее уровень определяются выбором профессиональной траектории. То есть, если ты пришел учиться, значит, соответственно, каким-то образом уже профессиональная позиция на определенном уровне проявляется. Но наша задача понять, что входит в смысловое содержание профессиональной позиции, и, соответственно, каким образом может быть организован образовательный процесс на уровне среднего профессионального образования, для того, чтобы выстроить и совершенствовать траекторию как личностного, так и профессионального роста студента. Мы определяем объект нашего исследования как непрерывный процесс подготовки специалиста среднего звена, а предметом исследования выступает как раз совокупность организационно-педагогических условий, направленных на стимулирование осознанности принятия профессиональной позиции, совершенствования уровней и как раз проявляется в положительной динамике представление себя в профессии. Мы определили цель, и для нас целью является действительно выработать структурные компоненты модели и попытаться определить, каким образом последовательно структурные компоненты разработанной нами модели развития и совершенствования профессиональной позиции могут быть опробированы в процессе профессиональной подготовки специалиста. Безусловно, любое исследование предполагает раскрытие смыслового содержания базового понятия, заявленного в проблематике темы. Для нас профессиональная позиция раскрывается как интегративная характеристика личности, которая включает в себя систему отношений к выбранному пути освоения педагогической профессии, к себе как начинающему учителю, то есть как раз те самые личностные результаты и общие компетенции, которые в том числе определяют образ будущего учителя, к своему будущему профессиональному пути. И если говорить о проявлениях и определенных показателях проявлений и развития становления профессиональной позиции, то для нас это и учебно-профессиональная активность, и определенный уровень самостоятельности выбора, осознанность целеполагания на разных этапах освоения профессии от курса к курсу. Это готовность, в том числе личностная, профессиональная готовность к проектированию, к реализации траектории личностного профессионального роста, и в том числе готовность к продуктивному взаимодействию. И если ряд из данных параметров мы можем начинать уже формировать с первого курса, например, готовность к продуктивному взаимодействию с различными субъектами образовательного процесса, то такие показатели, как способность к самоопределению, к рефлексивному анализу, к проектированию траектории профессионального роста, это те параметры, которые непрерывно развиваются и совершенствуются, когда студент выходит на практику, когда студент в реальных условиях образовательной организации знакомится с теми основами профессии, которые соответствуют требованиям образовательного стандарта. Среди компонентов профессиональной позиции, которые мы исследуем, это вот компоненты, представленные вашему вниманию, среди них когнитивно-деятельностный компонент, включающий в себя определенную базу представлений, систему сформированных представлений в рамках междисциплинарных курсов, в рамках освоения практики по видам деятельности определенным стандартам. Это мотивационно-ценностный компонент, когда мы ведем студентов в освоении той же самой общей компетенции, как готовность увидеть себя в профессии, понимать сущность, значимость выбранной профессии. Это рефлексивно-регулятивный компонент, который непрерывно на протяжении всего периода освоения специальности развивается, и студент видит, каковы его достижения, в том числе при освоении видов деятельности в рамках учебных дисциплин, междисциплинарных курсов практики, в чем затруднения и ошибки, и каковы пути дальнейшего развития и роста. Мы в исследовательском коллективе, безусловно, придерживаемся определенной модели, которая структурирована, и которая позволяет нам увидеть целостную картину реализации структурных компонентов. Безусловно, это определенная концептуальная основа, которая включает в себя и понятие субъектности как таковой, и понятие субъектной позиции, профессиональной позиции студента. Это тот блок, который связан с образовательным процессом и с внедрением технологии образовательного процесса, и здесь в том числе проектное обучение, все, что связано с развитием критического мышления для целевой аудитории наших студентов, представляет особую практическую значимость. Это, безусловно, совершенствование подходов к структурно-содержательному блоку, когда мы видим вариативную часть с включением важнейших дисциплин, введения в специальность, стажировки педагогической профессии. И в том числе это результативный контрольно-оценочный блок, который позволяет нам идти вперед и не останавливаться на достигнутом. Среди факторов, в рамках которых преподаватели совершенствуют подходы к исследованию, безусловно, это технология мониторинга основных компонентов профессиональной позиции и установка преподавателя на совершенствование развития субъектности студентов. Мы максимально стараемся в образовательном процессе при освоении программы создавать условия креативного поиска, вариантов ответов в решении различных педагогических ситуаций и задач. Мы разрабатываем практико-ориентированную среду, позволяющую в контексте реальных условий образовательной практики проводить мониторинг и самомониторинг. Ну и безусловно, это те условия, которые связаны с учебно-методическим сопровождением развития принятия позиции профессиональной нашими студентами. Это та программа, которая помогает нашему студенту увидеть себя, в том числе индивидуально-типологические особенности, которые либо благоприятно влияют на развитие потенциала в профессии, либо так или иначе препятствуют. И как раз коррекционно-развивающая программа в том числе направлена на восполнение образовательных дефицитов и профессиональных дефицитов. Безусловно, понятие субъектности как характеристики личности для нас представляет особую важность. И здесь мы особый акцент делаем на свободе выбора цели, способах, средств ее реализации, в том числе при решении различных педагогических задач. Для того, чтобы исследование проводилось комплексно, нами применяются различные методы, методики исследования. Но здесь особый акцент хотела бы сделать на анализе продуктов деятельности нашего студента, включающие содержательные аспекты ведения дневника по практике, построение траектории профессионального роста, где в траектории участвует и в ее анализе не только сам студент, но и также адекватно отражается внешняя оценка со стороны работодателя, со стороны преподавателя колледжа, которые, безусловно, выступают в качестве наставников для нашего студента. На первых этапах исследования мы выявили, что действительно для наших студентов, осваивающих педагогическую профессию, характерны такой вот кризис выбора профессии, недостаточный уровень заинтересованности, мотивации учебно-профессиональной деятельности, не всегда происходит объективная оценка роли саморазвития, самопроектирования, направленных на собственное развитие и совершенствование на пути профессионального выбора. И в том числе характерна такая неадекватность самопонимания и самооценки собственных учебных и профессиональных достижений. Собственно говоря, выявленные особенности послужили основой для разработки развивающего этапа. И здесь мы, безусловно, преследуем цель реализации комплекса условий, которые помогут студенту определить индивидуальный стиль учебно-профессиональной деятельности, сформировать позитивную установку на преодоление трудностей личностного профессионального становления, потому как возрастные особенности целевой аудитории студентов СПО как раз требуют от нас максимальной поддержки, сопровождения на пути профессионального развития. Развивающая работа в том числе направлена на предоставление возможности студентов учиться у работодателя. Работодатель предоставляет нам возможность увидеть ситуацию в реальных условиях. Мы учитываем запросы работодателя, в том числе, когда вырабатываем определенные требования к специалисту на современном этапе освоения профессии и готовности к педагогической деятельности. Ну и отдельное место занимает такая последовательная развивающая работа, которая в том числе от курса к курсу предполагает, что мы реализуем те компоненты, которые были мною заданы, то есть от когнитивно-деятельностного компонента через организацию процесса к развитию рефлективных характеристик и гибкости академической мобильности, трудовой мобильности нашего студента. И отдельное место хотела бы выделить, да, отдельное внимание спецкурсу, который связан с тематическим полем становления и развития профессиональной позиции учителя начальных классов. И здесь мы интегрируем данный курс в преподавание междисциплинарных курсов, в освоение практики. И как раз наша секция посвящена независимой в том числе оценке профессиональных компетенций, предоставляющей возможность нашим студентам уже на третьем курсе, на выпускном курсе продемонстрировать совокупность общих профессиональных компетенций, на достаточно серьезную экспертную комиссию в лице представителей работодателей. И в этом году мы прошли сертификацию, часть наших студентов успешно выдержала все испытания, и ряду студентов было предложено трудоустройство в образовательной организации. То есть таким образом мы видим, что проведенное наше исследование в том числе имеет положительные результаты. Ну и отдельно хотела бы показать, что действительно, раз уж это исследование, то безусловно мы ориентируемся на положительную динамику, на изменение развития осознанности принятия профессиональной позиции будущих учителей. И как раз вот постепенное увеличение каждого из показателя до и после развивающей работы демонстрирует, что проведенное нами исследование, безусловно, приводит к выводу, что работу нужно продолжать, что действительно динамика процесса формирования профессиональной позиции имеет нелинейный характер, осуществляется непрерывно от курса к курсу. И здесь мы нацеливаемся на то, что получение положительных результатов исследования действительно позволяет нам судить, что можно управлять процессом принятия и осмысления профессиональной позиции студентов и продолжить начатое исследование. Спасибо. Спасибо, Ольга Петровна. Коллеги, прошу вас, пишите в чат ваши вопросы. Ольга Петровна, очень интересно для меня оказалось вот как раз выделение тех позиций, которые вы внутри, собственно говоря, осознанности профессиональной позиции выделяете. И мне кажется, что это можно использовать не только в рамках СПО, но и в рамках, значит, высшего образования. И вот в связи с этим у меня такой вопрос. Мне очень часто задают этот вопрос коллеги. И здесь, понятно, опасения коллег, коллеги всегда опасаются, собственно говоря, из школы. А достаточно ли сформирована эта позиция? И стоит ли вообще, там, и родители спрашивают, стоит ли вообще идти в педагогический вуз? И как распознать, собственно говоря, вот те, в общем-то, как понять, что сейчас нужно этому, в общем-то, обучающемуся школьнику идти в педагогический вуз и сказать о том, что он будет успешен, что он не разрочируется? Есть у вас ответ на этот вопрос? Потому что как-то очень-очень близко вот ваше исследование к пониманию этого. Спасибо, Ольга Александровна. Я стою на позиции, что любой человек, кто выбрал путь освоения педагогической профессии, обязан иметь высшее образование. Не знаю, насколько я права или нет, хотя я более 25 лет уже работаю в системе среднего профессионального образования, но, на мой взгляд, у нас разные цели, и мы студентам это показываем. СПО – это практикоориентированная образовательная среда. Мы ставим на ноги, мы показываем, что значит увидеть себя в роли учителя у доски, мы осваиваем виды деятельности, которые носят, безусловно, практикоориентированный характер. Это и преподавание по программам школы, это и воспитательная деятельность, классного руководителя – это внеурочная деятельность. Но в то же время, даже начав путь освоения профессии с достаточно высоким уровнем сформированности, осознанности принятия позиции, мы всегда ориентируемся в студентов, что нельзя останавливаться на достигнутом, особенно в рамках развития и совершенствования компетенции педагогической профессии. Педагог – это тот человек, на мой взгляд, который всегда учится. Поэтому уровень высшего образования, он способствует для студентов, окончивших колледж, совершенствованию компетенций, формированию вот тех самых гибких умений, навыков, академической мобильности, трудовой мобильности, когда ты можешь увидеть себя не только в рамках узкопрофильности, профессиональной деятельности, но и освоить науку, приобщиться к исследованиям на более высоком уровне, развивать аналитическое мышление. Поэтому, безусловно, уровень высшего образования продолжает совершенствование осознанности принятия позиций нашим студентам. И здесь я считаю, что это непрерывный процесс. Спасибо большое, Ольга Петровна. Ну, то есть всем сейчас ребятам, которые школьники нас смотрят, всем родителям школьников, которые нас смотрят, значит, мы, в общем-то, в рамках секции говорим, что если вы задумались о профессии, подумайте о том, что вам придется, собственно говоря, учиться всю жизнь, учиться, неважно, какой уровень образования вы выберете, вам все равно придется постоянно-постоянно совершенствоваться. Ольга Петровна сейчас сказала о том, что мы заходим в эту профессию, она с нами навсегда. Кто останется в ней, для нас тоже важно, но подумайте о том, при выборе, собственно говоря, своей профессиональной траектории, вы видите, что коллеги достаточно серьезно занимаются включением в эту профессию, они много что делают для включения в профессию. И вот здесь у меня тогда такой вот вопросик, мы видели тоже методы, собственно говоря, вы предложили набор различного рода инструментов, которые вы, собственно говоря, используете для того, чтобы эта осознанность пришла в процессе обучения уже. Вот. И у меня такой вопрос, наверное, животрепещущий сейчас для преподавателей университета и для преподавателей колледжа, которые тоже, надеюсь, нас смотрят. Вот, куда это встраивать в образовательную программу? Я часть слышала про практику, но все-таки, где же это место, вот этой постоянной работе коллектива в, собственно говоря, в программе образовательной? Очень интересный вопрос, проблемного, безусловно, характера. Мы стараемся искать место, в том числе изучить мотивацию. На мой взгляд, это одна из задач, которая может решаться комплексно и в рамках организации учебной дисциплины, и в рамках практики, и в рамках индивидуального консультирования студентов. Почему? Потому что, безусловно, освоение образовательной программы для нас приоритетно, но для того, чтобы совершенствовать подходы к профессиональной подготовке специалистов, исследования проводить необходимо. Поэтому мы стараемся искать место, и, собственно говоря, если будет одна методика реализована в контексте содержания учебного занятия с последующим анализом полученных результатов, то это, на наш взгляд, пойдет только на пользу. Правильно, я поняла у вас, что не только формы изменились, но и содержание, которое наполняется внутри этих оценочных и мониторинговых процедур, тоже изменилось. И вы в эту сторону сейчас тоже идете. Да. В основном изменилось в рамках непрерывного освоения профессии. То есть контекст профессионального образования уже начинается на первых курсах путем введения в специальность, путем освоения педагогики, основ психологии, так как после девятого класса наши студенты совмещают уже освоение профессии с общеобразовательным циклом. А далее непрерывный процесс заключается в выходе на практику, встрече с работодателем, ну и до независимой оценки компетенций. Спасибо, Ольга Петровна. И вот, наверное, завершающий вопрос к вам. По поводу самооценки. Видела, что вы включаете самооценку и каким-то образом к ней относитесь. Вот подскажите, пожалуйста, как это действует в мониторинге, потому что это такой достаточно сложный момент вплетения оценочного средства, в оценочные средства и в мониторинге. Вот как преподаватель реагирует на самооценку? Она публичная, ну в смысле она предоставляется преподавателям или остается все-таки у студента, и он относительно нее как-то сравнивает свои внешние независимые результаты? Вот подскажите, как происходит работа с вот этой самооценкой? Очень интересный вопрос. Спасибо, Ольга Александровна, вам за него. Ну, моя профессиональная позиция заключается в том, что ориентируясь на целевую аудиторию студентов, в особенности студентов среднего профессионального образования, нужно не забывать два таких основополагающих принципа опора на положительное и вера в успех. Вот вся траектория, которую мы стараемся непрерывно выстраивать в общении со студентом, она построена на реализации вот этих концептуальных основ. Что это означает? Мы всегда ориентируем студентов на трудности, на преодоление, на то, что без трудностей не бывает достижения, да, определенных результатов. Но мы начинаем всегда с успехов и с достижений. И таким образом, определив, что является твоим успехом, достижением на данном этапе освоения профессионального пути, а в чем проявляются затруднения, но уже затруднения и ошибки базируются на определенном уровне достижений, мы определяем соотношение. Вот здесь достижения, вот здесь затруднения, ошибки, и они позволяют определить пути движения вперед. Причем мы разделяем личностное, да, траектория личностного развития и траектория освоения профессии. И вот опора на положительное вера в успех позволяют выступать студенту и преподавателю в качестве такого субъект-субъектного взаимодействия, когда наш преподаватель сопровождает процесс. Вот. И самооценка, она приближается к адекватной. Почему? Потому что, ну, вот такая вот опора на положительное позволяет верить в свои силы и не останавливаться на достигнутом. Спасибо большое. Я желаю вам и вашему коллективу успеху. Спасибо огромное. Потому что здесь придется явно много-много направлений еще захватывать, потому что вы встали в такой, ну, как-то сложный путь, и много вопросов будет в дальнейшем. И я думаю, что это интересная практика и в дальнейшем для передачи в высшую школу. Вот. Поэтому вам и вашему коллективу, который у нас тут в поддержке, кстати, присутствует, мы тоже желаем успеха и дальнейшего развития. Спасибо огромное. И надеемся увидеть вас и в следующем году на большой конференции. Спасибо огромное. Спасибо. У нас теперь раздел высшей школы, значит, и достаточно интересно, мне всегда интересно, как же происходит оценка в поиске вот этого оценочного инструментария в высшей школе. Мне бы хотелось передать слово Ступницкой Марии Анатольевне. Еще коллега ее Алексея Светлана Ивановна у нас тоже сейчас в онлайне присутствует. Если что, мы надеемся, она нам будет писать слова поддержки или отвечать на вопросы еще параллельно. А сейчас у нас Мария Анатольевна как раз раскроет образовательный потенциал критериального оценивания самостоятельной работы студентов. Очень часто говорят про это критериальное оценивание. Вот расскажите, пожалуйста, нам, Мария Анатольевна, что вы включаете в это понимание и вот откройте для нас этот раздел. Так, ну я постараюсь, конечно, поднять завесу тайны над этим вопросом, но предварить свое выступление я бы хотела вот этой цитатой. Глубочайшим свойством человеческой природы является страстное стремление людей быть оцененными по достоинству. А когда же мы впервые вообще сталкиваемся с оцениванием нашей работы, ну таким независимым, непредвзятым оцениванием? Это, конечно, начальная школа, начало школьного обучения. Оно вообще связано с множеством открытий в жизни первоклашки, например, вот пятерка, ну или там смайлик, или солнышко, ну пятерка. Это отметка, которую ставят за идеально выполненную работу. И только учитель знает, что это такое, потому что эталон этой работы находится у учительницы в голове, и она, получая работу реального ученика, сравнивает ее с этим эталоном и ставит, выводит оценку двойку или пятерку. Вот почему первая учительница в представлении первоклашек обладает совершенно уникальными способностями, которых нет ни у мамы, ни у папы, ни у бабушки. И вот не случайно многие из нас до сих пор помнят имя своей первой учительницы. Однако по мере накопления опыта, школьного, жизненного опыта, у школьника возникает и потом крепнет подозрение, что плохая отметка – это не только результат его собственных недостаточных усилий. Она, например, может стать следствием, ну скажем, плохого настроения учительницы. Ну а то и проявлением откровенной отметочной тирании. Я, например, прекрасно помню свою учительницу химии, которая каждый урок начинала с того, что пять минут водила ручкой вдоль списка в журнале, приговаривая к доске, пойдет сейчас, сейчас пойдет к доске, класс сжимается в парты. И вообще-то нужно сказать, что ситуация оценивания – одна из самых стрессогенных ситуаций в школьной, в учебной практике. И она нередко становится причиной учебного стресса. А между тем, оценивание результатов обучения – это важнейшая сторона учебного процесса. Будь то школа или вуз, оцениванию принадлежит ключевая роль в управлении этим процессом. Под системой оценивания что понимается? Это шкала, которая используется для выставления отметок, пятибальная, семибальная, например, в школе международного бакалавриата, там, стабальная, десятибальная, вот шкала. Дальше. Это периодичность выставления оценок, это механизм связи между всеми субъектами образовательного процесса, обучающимися преподавателями, родителями, органами управления образованием и самим образовательным учреждением. Одним словом, функция оценивания – это такой внутренний механизм саморегуляции образовательного процесса. Вот я хочу теперь привести пример из моей практики работы экспертом на конкурсе школьных проектов. Ученица девятого класса получила семь из десяти возможных баллов за свой проект. Ну, такая девочка, не робкого десятка, дождалась экспертов, когда они вышли из своего, значит, кабинета, и спросила, а почему только семь? И ответ был такой. Ну, ты же, наверное, поняла, что мальчик, который выступал после тебя, предложил более интересный, оригинальный подход к решению проблемы своего проекта. И группа поддержки, видимо, ребята из школы этой девочки, стали обсуждать, а какая оригинальность, например, стоит 10 баллов или 1 балл? Вряд ли она измеряется в мальчиках, которые выступали после тебя, а вот если рядом нет такого мальчика. Ну вот согласитесь, что в этом вопросе заключена серьезная проблема разработки и применения критериев оценивания работы, будь то школьник или студент. Чем же отличается критериальное оценивание от того, которое широко применяется в нашей практике нормативного оценивания? Ну, чтобы разобраться в этом вопросе, хочу напомнить, наверное, многие коллеги помнят эту ситуацию. В 2014 году, когда много очень ребят плохо написало ЕГЭ по русскому и математике, было принято решение изменить минимально допустимый балл по русскому с 36 до 24 баллов, а по математике с 24 до 20. Вот очевидно, что подобный подход к образованию не только не способствует его, так сказать, повышению его качества, в общем-то даже создает все условия для того, чтобы оно снижалось. Это как если бы в сезон простудных заболеваний договориться о том, что нормальная температура будет считаться 37,5. Ну, например, так. При нормативном оценивании достижения обучающихся сравниваются со среднестатистической нормой, то есть показателями большинства обучающихся, прошедших обучение по данной дисциплине или по данной теме за определенный срок. А вот при критериальном оценивании достижения обучающихся сравниваются с эталоном, целью обучения. А как устанавливается этот эталон? Вот давайте разберемся в этом на примере работы студентов, ну, с информационными ресурсами, важная такая сторона учебной деятельности. Редко кто из нас, вузовских преподавателей, не применяет самые разные виды самостоятельной работы с учащимися, самостоятельной работы студентов с информацией. Вот я хочу предложить, ну, с чем мы сталкиваемся, с какими трудностями сталкиваемся мы, как преподаватели, студенты, как обучающиеся. Вот есть такие характерные особенности, которые затрудняют успешное обучение современных студентов. Это неспособность адекватно воспринимать на слух информацию, которую там, например, на лекциях предоставляется или на практических занятиях. Ну, неумение четко и ясно, письменно или устно выразить свою собственную мысль. Ну, нередко помогают себе там жестами, мимикой, и только находясь в контексте, можно понять, о чем идет речь. Это отсутствие навыка работы с научной литературой, сложной терминологией и так далее. Это трудности при самостоятельной подготовке доклада, реферата, эссе, ну, какого-то устного выступления и так далее. Ну, наверное, тоже обратили внимание, что студенты зачастую не могут, ну, вот не различают понятия, ответить, как ответить на вопрос, что произошло, почему это произошло и как это произошло. То есть вот не видят, не различают описание событий, его анализ, не устанавливают причинно-следственные связи событий, явлений. Ну, то, что касается самостоятельно сделать доклад или там реферат, а не скачать готовый текст из интернета, ну, это вообще, так сказать, нечасто встретишь. Между тем, процессы восприятия, обработки и представления информации занимают особое место в формировании очень многих общекультурных и общепрофессиональных компетенций студентов. И обусловлено это рядом обстоятельств. Во-первых, умение использовать различные формы представления информации – это неотъемлемая часть общей образовательной подготовки будущего профессионала, ну, в какой бы области мы его не готовили. Во-вторых, развитие умения воспринимать, анализировать, транслировать информацию – это важнейший инструмент формирования личностных образовательных результатов, которые в дальнейшем будут реализованы в убеждениях, ценностях, социальных установках человека. Ну, и в-третьих, навыки представления информации лежат в основе уже предметных результатов обучения, и, будучи хорошо сформированными, они широко используются при освоении знаний, умений в различных профессиональных областях, ну, и, в общем-то, являются универсальным способом познания деятельности. Для того, чтобы эффективно работать с информацией, студент должен иметь ясные представления об ее эталоне, то есть понимать, каким образом достичь такого результата, который будет оценен по максимуму. Вот это даст ему возможность уже в процессе выполнения задания или в процессе изучения какой-то темы сличать тот результат, который он достигает, может быть, промежуточный пока еще результат с эталоном, корректировать свои действия и самостоятельно уже оценить итоговый результат. Вот такую возможность как раз и предоставляет критериальное оценивание. Собственно говоря, критерий – это, в общем-то, и есть тот ожидаемый результат обучения, оценивание по любому критерию – это определение степени, приближение студента к этому результату. Система критериального оценивания предполагает применение ряда инструментов. Вот я хочу их вам сейчас представить. Это рубрика. Рубрика – это перечень критериев оценивания знаний, умений студентов по определенной теме или в определенном виде учебной деятельности. Она определяется целями обучения и содержательно наполняется критериями, раскрывающими эту рубрику. Критерий. Критерий определяется задачами обучения и представляет собой перечень различных видов деятельности студента, который он осуществляет в ходе работы или учебной деятельности, и в совершенстве должен освоить в ее результате. Критерии описываются с помощью дескрипторов. Дескрипторы – это уровни достижения по каждому критерию, которые последовательно показывают студенту все шаги, которые он должен сделать для достижения наилучшего результата. Собственно говоря, это тот самый традиционный путь от незнания к знанию, от неумения к умению. Они оцениваются определенным количеством условных баллов, ну и, соответственно, чем выше достижение, тем выше балл по данному критерию. Иными словами, рубрики показывают, зачем ты учишься, критерии показывают тебе, чему ты сможешь научиться, а дескрипторы показывают, как ты сможешь это сделать. Вот рубрика, то есть перечень критериев с дескрипторами, фактически является для студента подробной инструкцией по работе. Пользуясь соответствующей рубрикой, он ясно видит, какой должна быть идеальная работа, какие шаги нужно предпринимать, чтобы добиться этого идеального результата. Ну и кроме того, он сможет заранее самостоятельно оценить свою работу и своевременно ее улучшить, подкорректировать и так далее. Четко сформулированные критерии являются своего рода соглашением о правилах игры. То есть они содержат ряд признаков, по которым будет оценен результат работы. Именно хорошо разработанные критерии оценивания мотивируют студента добиваться хорошо понятных целей обучения, давать самооценку своей учебной деятельности, корректировать ее. Иными словами, предлагают или помогают занять студенту как раз вот субъектную позицию, о которой мы только что говорили. Так. Ну вот, в ходе изучения множества дисциплин студенты выполняют различные виды самостоятельной работы с информацией. Ну вот здесь они перечислены, конечно, не все, но частично это тезирование учебных и научных текстов, написание отчетов по учебной научной работе, доклады и рефераты по предложенной или выбранной теме, подготовка презентации по результатам исследований, эссе по актуальным проблемам, там, науки, практики и так далее. Вот давайте посмотрим, как выглядит оценивание реферата. Ну, это довольно популярная форма самостоятельной работы студентов, ее часто преподаватели применяют. Ну, напомню, что реферат – это письменная работа по теме, в которой представлены информации из широкого круга различных источников. В итоге студентам должен быть создан текст, который представляет собой анализ информации из источников, и вот как выглядит эта рубрика. Ну, вот тут повнимательнее, конечно, она мелкая. Значит, как вы видите, рубрика включает шесть критериев, каждый из которых наполняется дескрипторами. Ну, вот давайте посмотрим на первый критерий. Значит, и он называется «Соответствие поставленных целей и задач теме реферата». И вот раскрывается так. Самый низкий уровень целей и задач реферата не соответствует теме, заявленной теме. Чуть выше уровень уже на один – это технические баллы, это не отметки. Цели и задачи реферата не вполне соответствуют заявленной теме, и цели реферата соответствуют теме, и это высший бар. И, конечно, возникают у студентов вопросы. А что это такое, значит, соответствует, не вполне, там, частично и так далее и прочее. Конечно, эти вопросы нужно обсуждать. И обсуждать их нужно до начала работы. Не только вот когда он только сейчас садится писать реферат, а в самом начале изучения темы, в результате которой должен быть создан реферат. Ну, если вы приглядитесь к формулировкам, то вот обратите внимание, что в них жирным шрифтом выделены принципиальные отличия одного уровня достижения от другого. И здесь встает вопрос об эталоне работы. Вот самые дорогие дескрипторы, они как раз и описывают эталон работы. Ну, вот в данном случае эталонный вариант реферата, вот какой представляет, что собой представляет. Цели и задачи реферата соответствуют его теме, содержание реферата соответствует целям и задачам, тема раскрыта, материал изложен строгой логической последовательностью, использовано достаточное количество источников информации, использован широкий лексический аппарат и грамматические структуры, отсутствуют орфографические и стилистические ошибки. Вот если студент внимательно прочитает рубрику оценивания и обратит внимание на самые дорогие дескрипторы, то он легко себе представит эталонный вариант. Приведу еще несколько рубрик. Ну, вот они здесь даны только в виде критериев, чтобы сложно все это раскрыть. Есть рубрики оценивания доклада, презентации, сэ, тезирования различных вариантов тезирования. Ну, еще раз обращу внимание на то, что все спорные, проблемные, сложные вопросы нужно обсуждать до начала работы над темой. Вот и так, опираясь на самые дорогие дескрипторы, студенту несложно описать эталон предложенной работы и по ходу ее выполнения сверяться с этим эталоном, то есть как бы самостоятельно мониторить ход выполнения задания и потом, завершив работу, ему не придется там что-то серьезно переделать. Вот хочу привести еще рубрику оценивания проекта. Ну, мы видим, что замечаем в последнее время, что эта форма работы становится все более востребованной в учебном процессе и даже предлагается как вариант выпускной квалификационной работы. Значит, мы с коллегой Светланой Ивановной Алексеевой вот разработали учебно-методическое пособие, оно снабжено, в общем, критериями в том числе, находится у нас в библиотеке. Как видите, здесь 10 критериев, вот они все раскрыты с помощью дескрипторов. Раскрываются с помощью дескрипторов. Значит, вот посмотрите, пожалуйста, наиболее значимые критерии имеют большее количество дескрипторов, они стоят дороже. Они стоят дороже. Так, в случае такой работы, как реферат, самый важный, самый сложный является письменная часть работы. Поэтому критерий письменной речи, здесь он представлен как письмо-язык, оценивается в 3 балла, в 3 условных балла, в то время как другие дескрипторы, ну, например, стоят дешевле, по 2 балла. В рубрике оценивания доклада самыми дорогими являются критерии содержательность выступления и устная речь. И такое же условие имеет место при оценивании эссе, где самым дорогим критерием является соблюдение языковых норм. Сделано это в связи с тем, что, по мнению многих преподавателей, конечно, мы тоже, так сказать, мониторили и опрашивали своих коллег, письменная и устная монологическая речь, сформированную у нынешних студентов, ну, мягко говоря, плохо, недостаточно. И вот, применяя систему критериального оценивания, преподаватель получает возможность побудить студента преодолевать именно вот эту, ну, вот такую проблемную часть своих навыков, делая именно эти критерии дороже. Их можно сделать гораздо дороже, и в 5, и в 6 баллов. Ну, это, как говорится, зависит от преподавателя. Студент, понимая, что получив наибольшее количество условных баллов по данному критерию, он сможет значительно улучшить общую оценку, будет как раз прикладывать усилия именно к этим сторонам своей работы, совершенствуя, ну, вот свои какие-то недостаточно сформированные навыки. И таким образом, вот я хочу подчеркнуть, что критериальное оценивание, помимо уже указанных преимуществ, позволяет практически точечно воздействовать на формирование необходимых там умений, навыков студентов, мотивировать их преодолевать эти сложности. Следует вот обратить еще внимание на какие обстоятельства. Критерии оценивания, как я уже сказала, нужно обсуждать до начала работы. Преподаватель должен, конечно, быть уверен, что все формулировки понятны, что нет разночтений в их трактовке и так далее. Можно организовать обсуждение критериев в форме своего рода общественного договора. Вот и тоже хочу привести пример из своей практики сотрудничества с одной из школ международного бакалавриата. Мне довелось посещать уроки в этой школе. В пятом классе, значит, начинают изучение темы, что ты там, древний мир. По истории учительница говорит, что через две недели у нас контрольная работа. Вот рубрика, по которой будет оцениваться она. Это дети, которые в начальной школе уже учились в международном бакалавриате. Они понимают, о чем идет речь. Обсудили, все понятно. Девочка поднимает руку и говорит, а давайте еще такой критерий, как красивый почерк. Видимо, обладательница красивого почерка. Ну и учительница говорит, ну давайте. И ребенок, другой мальчик, ученик, говорит, а вы будете нас учить красиво писать? Нет, ребята, к сожалению, у меня не будет на это время. А вот тогда вы не можете его оценивать, этот критерий. Вот ребенок показал, что он совершенно точно понимает смысл и суть. Значит, критериальное оценивание представляет и студентам тоже очень серьезный, большой материал для самооценивания и рефлексии. Он дает им возможность извлекать опыт от своей учебной работы, лучше понимать себя, видеть свои сильные и слабые стороны и воспринимать допущенные ошибки как точки роста. Выстраивать на основе их осмысления какую-то собственную программу дальнейшей деятельности. Пользуясь критериями оценивания, студент, кстати, может посмотреть, насколько успешно он обучается. Для этого ему всего лишь нужно сравнить баллы, полученные по одному и тому же критерию в начале, допустим, и в конце своего обучения. Для преподавателя очень тоже удобный инструмент. Видя, по каким критериям большинство студентов получают высшие и низшие баллы, можно понять, что удалось достичь, а над чем еще нужно поработать. Вот посмотрите, пожалуйста, это доля в процентах студентов второго курса, имеющих высокие баллы по критериям до и после увеличения стоимости критериев. Значит, вот анализ результатов над первым рефератом. Это второй курс, мы уже на первом курсе, конечно, потренировались, вот на втором курсе мы уже оцениваем. И показываем, что, например, первый реферат показал, что такие вещи, как отбор содержания материала, постановка целей и задач, к началу обучения на втором курсе студенты освоили. А вот дальнейшая работа ясно совершенно должна быть направлена в первую очередь на совершенствование умения студентов письменно излагать свои мысли, ну и также там создавать в строгой логической последовательности текст и так далее. Удорожив критерии письменной речи, и, разумеется, конечно, это заранее обсудив со студентами, удалось мне побудить их приложить усилия именно к этой проблеме. Ну вот, подводя итог, имея рубрику оценивания предстоящей работы, студент уже в ходе изучения учебного материала будет обращать особое внимание на то, что дороже будет оценено. То есть, все его внимание будет сосредоточено именно на этом. И вот здесь как раз проявляется субъектная позиция. То есть, преподаватель уже не должен там угрожать, напоминать, что надо посещать, не пропускать, выполнять и так далее. Студент в этой ситуации становится именно субъектом своей учебной работы. И даже иногда довольно-таки заинтересованным организатором взаимодействия с преподавателем. Ну вот так уже в ходе работы он освоит все необходимые умения, которые позволят ему без труда в дальнейшем сделать выпускную квалификационную работу, да и вообще заниматься научной работой. Спасибо. Мария Анатольевна, спасибо большое. Очень животрепещущая тема. Значит, и у нас тут же буквально на первых минутах был вопрос, значит, из чата. И я бы, вы там потом раскрывали, про вот создание этих эталонов, и таблицы были достаточно серьезные. Вот, и вот коллеги как раз задают. Вот у нас Елена Алексеевичева задает вам вопрос. Скажите, пожалуйста, оценивалось ли количество трудозатрат педагогов при критериальном безотметочном оценивании в сравнении с классическим? Опять двойка. Да, конечно. Хочу сказать, что начало применения критериального оценивания – это очень трудоемкий процесс. Нужно, ну, это целая история, как к этому прийти, как договориться. Это, что еще хочу, на что в этом смысле хочу обратить внимание, довольно сложно пользоваться чужими рубриками. Вот у каждого из нас есть свой профессиональный почерк. И поэтому вот по моему впечатлению, ну, вот обращая внимание на своих коллег, все-таки создание рубрики – это работа, конечно, коллективная, но каждый вносит вообще свою часть в это. Но когда этот процесс уже запущен, он очень хорошо идет, он очень хорошо принимается студентами. Со студентами можно разрабатывать эти рубрики. Для них это крайне интересный процесс. Ну, вот и на опыте работы. Я начинала с студентами, что я им предлагала работу предыдущего курса оценить по критериям. И вот тут выяснялось, что тут, как, сложно, несложно. И вот таким вот образом. Нет, это потом облегчает. Сначала тяжело, а потом это облегчает значительно. Ой, какой хороший интересный ход. Мне кажется, всем нам нужно записать этот ход, что мы сначала не им предлагаем себя по этим критериям оценивать, а предлагаем все-таки оценивать какие-то другие работы. Тут создаются как раз честные такие критерии, когда тебе, когда ты сам создаешь, тебе вроде как жалко себя самого, и ты начинаешь говорить про почерк, например, красиво-некрасиво рассуждать. И когда другого оцениваешь, тебе как-то полегче. Это кажется, что полегче, а потом, конечно, формируется такое понимание, что ты для себя тоже построил. И мне кажется, что вот эта прозрачность в оценивании, она служит такой развивающей функцией для студентов. И вы много раз про это говорили. И мне кажется, что это очень интересный подход и очень интересные приемы вы предлагаете. И тут у нас еще один вопрос возник из чата. Используются ли игровые технологии в процессе оценивания по критериям? Неожиданно. Давайте я приведу такой пример. Начинаю я с того, что предлагаю в качестве такой работы презентацию. Современные студенты владеют этой технологией, им это нравится и так далее. Конечно, мы тоже обсуждаем презентацию, что это такое. Есть тоже брошюра по этому поводу с критериями. Обсуждаем эти критерии и так далее. И для того, чтобы было не страшно, презентацию, например, к первому коллоквиуму, вот как раз на первом курсе, я предлагаю делать в группе. Вот группа собирается, там 3-4, максимум 4 человека готовят свою часть, значит, презентацию и так далее. И выступают. Оценивание проводит вторая группа, та, которая будет следующая выступать. Вот в таком ключе можно, вот с этого можно начать. Значит, мы выявляем определенные проблемы, обсуждаем их и договариваемся. Ну вот, например, в моей практике так это выглядело, что прилипают глазами к экрану и читают просто все с экрана. И это получается неинтересно. То есть, ну, самостоятельная монологическая речь, она, конечно, подкачивает, скажу прямо. И тогда мы договариваемся, что к следующему коллоквиуму мы будем уже готовить не презентацию, а доклад. И обращаю их внимание, там есть критерии умения общаться с аудиторией. Вот как раз, чтобы они отлипли от этого телефона своего, в который они обычно упираются, вот это самый дорогой критерий, умение поддерживать интерес аудитории. Тоже обсуждаем, как это есть, какие есть приемы, на что надо обращать внимание, когда человек утрачивает интерес, как он себя ведет. Вот, и следующий мы вот так точно готовим и оцениваем доклад. И тоже выступает одна группа, оценивает та вторая, которой вот эта первая группа уже не будет ставить отметку. Я понимаю, что это все-таки такой формат сценария деловой игры для того, чтобы снять напряженность. У вас есть роли, распределение для того, чтобы это достаточно легче вошло в образовательную практику. Вы вот это применяете в таких форматах. То есть ответ, наверное, да. Ну, вы знаете, вообще-то есть специально разработанная деловая игра, как раз она называется, критериальная оценивание, я ее в своем университете проводила, институте. И есть еще одна игра, тоже очень симпатичная, интересная. Я ее обычно провожу на курсах повышения квалификации для учителей школы. Она называется «Хлопки в ладоши». Да, есть, конечно, такие форматы. Коллеги, вот возьмите себе на заметку, обратитесь к Марии Анатольевне за такими форматами игр, потому что это прям очень много интересных, кладите интересных приемов. Я думаю, что, наверное, в той публикации, которую вы нам показывали, наверное, тоже они приведены. Ну, вы знаете, я вам предлагала, по-моему, тезис только. Вообще-то все опубликовано. Достаточно набрать ступницкое критериальное оценивание, все есть в интернете. Коллеги, вот, да, 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 пожалуйста, знакомьтесь с опытом коллег, потому что вот всегда очень сложно найти вот эти приемчики. Основное – понять принципы, на котором строится критериальное оценивание, понять, как их можно безбарьерно внедрять. И вот, коллеги, большое им спасибо, поделились с нами такими вот моментами, потому что, когда вы заговорили про красивый почерк, я бы дала другой ответ по поводу, а что значит красивый? Объясните мне, что красивое. Да, да, да. Вот, потому что, ну, вот. Вот в одной из зловых игр есть такой критерий – артистичность. Что такое артистичность? И вот мы как раз со студентами в игре обсуждаем, что вообще это такое, и тоже раскладываем на дескрипторы. Это можно сделать. Да, я бы здесь тоже зафиксировала, что всегда, значит, критерий – это всегда договоренность в той группе, в которой вы сейчас это проходите. Потому что у других, значит, в группе студентов этот критерий может раскрываться совсем по-другому, поэтому это такая постоянная работа договоренности. Даже вот этот критерий оригинальности, он часто используется. Что такое оригинальность? Это не обычность или это авторская позиция? Вот оригинальность, она же имеет очень много трактовок. И вот это вот как раз и нужно обсуждать до того, как мы начали работу. То есть это, по сути, такая хорошая совместная работа в процессе обучения студентов, совместная с ними, не только со своим коллективом, но и совместная с ними. И на самом деле, мне кажется, вот здесь с трудозатратами будет полегче, потому что когда вы совместно делаете, вы в процессе обучения их вырабатываете. Да, совершенно верно. И чуть, главное, саму схему работы со студентами в этом плане, вот как вы говорите, предоставить. И хорошо устраиваются партнерские отношения, кстати. Вот, вот, очень интересно. Вы открыли завесу тайны, нам большое спасибо. Надеюсь, что да. Мы тогда передаем слово следующему нашему докладчику. И мне бы хотелось сказать, как мы логичным переходим. Значит, мы разговаривали про то, какие у нас оценочные, значит, как у нас осознает сама профессия, собственно говоря, каким образом мы внутри строим это оценивание. И сейчас коллеги, вот Рашко и Лена Игревна, расскажут нам про то, каким образом, какой существует подход к оценке компетенции. У нас в университете есть, и Ольга Петровна уже упоминала, есть оценка, независимая оценка компетенции студентов педагогического направления. И там своя модель построена, ее коллеги часто рассказывают. А вот у нас Елена Игревна, она занимается разработкой моделей, которые работают в непедагогическом направлении. И мы бы хотели, чтобы вы, Елена Игревна, поделились с нами теми решениями, которые можно применять в разработках этих моделей. И вообще, что сейчас происходит в нашем университете относительно непедагогических моделей. Да, спасибо большое, Ольга Александровна. Добрый день, уважаемые коллеги. Что касается оценки компетенции студентов непедагогических направлений подготовки, наверное, начну с того, что отталкивались мы все равно от той самой оценки компетенции студентов-педагогов. Начинали мы оттуда, отталкивались мы в подходах от оценки компетенции студентов-педагогов. И, собственно, зачем мы начали эту работу? После того, как мы основательно изучили процедуру оценки компетенции студентов в педагогических направлениях в рамках сертификации «Московский учитель», мы поняли, что для того, чтобы специалист был успешен на рынке труда, должно совпасть два фактора. С одной стороны, у него должны быть развиты необходимые профессиональные компетенции, и эти профессиональные компетенции должны совпадать с ожиданиями работы дателя. То есть вот эти два фактора должны сойтись в одном. Соответственно, университет должен выпустить такого студента, которого ждет этот работодатель, простите, выпускника, такого специалиста. При этом получается, что независимая оценка компетенции, к которой мы обязательно привлекаем работодателей, это с одной стороны диалог между работодателем и вузом, который позволяет скорректировать где-то обучение студентов. С другой стороны, получая обратную связь от работодателя, мы даем возможность университету изменить подходы к образовательным программам, изменить качество образовательных программ в сторону того, что требуется на рынке труда сейчас. Плюс тот студент, тот выпускник, который проходит эту процедуру, он, видя результаты, может построить свою индивидуальную траекторию развития, понимая, где у него чуть просело, где у него лучше. Плюс во время прохождения процедуры ребята получают опыт профессиональных проб, они себя в профессии пробуют, пусть даже это смоделированная ситуация, но они пробуют себя в профессии. Вот с таким настроем мы пошли в это исследование. Здесь нужно еще отметить, что мы работали не одни, с нами работали коллеги из Института экономики, права и управления, это те, кто занимался с нами вместе одним из направлений подготовки, и Институт культуры и искусств, это направление социально-культурной деятельности. Мы с коллегами тоже очень интересно работали по развитию вот этого проекта. Почему мы вот такие педагогические направления выбрали? У нас одно из них называется юрист в сфере образования, другой организатор досуга в городском пространстве. Здесь, наверное, стоит сказать, что с одной стороны мы университет, с другой стороны мы городской университет, плюс ко всему мы педагогический университет. Вот стык таких трех больших сфер. С одной стороны юрист в сфере образования, это тот юрист, который пойдет работать в школу, в органы управления образованием, он должен понимать систему образования изнутри, он должен знать, какие юридические особенности системы образования существуют, он должен в этом разбираться, то есть он должен быть специалистом в области образовательного права. Это с одной стороны. С другой стороны он должен понимать, что работая в системе образования, он оказывает юридическую помощь участникам образовательного процесса, то есть вот такое некое позиционирование, да, задается юристу. Плюс он, безусловно, если это юрист, который пришел работать в школу, он решает правовые задачи школ. Что касается коллег, которые будут работать в качестве организаторов досуга, с одной стороны, да, это специалист в области организации культурно-массовых мероприятий разного уровня, он, безусловно, должен понимать городские локации, потому что он работает в Москве, потому что одни навыки, одни знания нужны ему для того, чтобы работать, допустим, на площадке в парке, и совершенно другие навыки нужны для организации мероприятий в большом концертном зале. И поскольку, опять же, специалисты, которые занимаются вот в сфере социально-культурной деятельностью, работают, помимо того, что они организуют мероприятия, здесь необходимо учитывать еще и целевую аудиторию. А если вы работаете с детьми, соответственно, вот эта часть, которая пересекается с педагогическим направлением, она вот здесь раскрывается в целевой аудитории тех, для кого работают наши специалисты. Как мы строили работу, как мы вообще подходили к разработке модели оценки компетенции, вообще к разработке модели самой модели компетенции этих специалистов. Мы, безусловно, сами спрашивали себя и коллег, и работодателей, к кому наши студенты потом пойдут, да, кто этот специалист, где он востребован, где он может работать, что он делает на месте, вот конкретно, пошагово, что этот человек должен делать. Помимо того, что на этом этапе мы анализировали, безусловно, нормативные документы, мы встречались с потенциальными работодателями наших студентов, мы проводили опросы, мы интересовались, чего они ждут от такого специалиста. На следующем этапе, на этапе формирования модели компетенции, мы определялись уже, какие компетенции нужны. Мы выделяем, у нас был большой достаточно список по одному направлению, по другому. Мы выделяли ключевые. Мы пытались понять, пытались описать, как эти компетенции будут проявляться в работе, в действии. Отсюда сформирована была модель компетенции для одного и для другого направления. Здесь нам, безусловно, опять же, помогали и коллеги из учебных институтов, и наши потенциальные работодатели. У нас, что касается вот юридического направления, это и руководителей школ. Безусловно, это директора школ, которые работают с юристами, которые понимают, чего им нужно от юристов. Это и наши коллеги из юридических вузов. Мы тоже к ним обращались, они тоже нас где-то покритиковали, где-то согласились. Что касается института культуры и искусства, там, конечно, очень широкий спектр наших коллег-работодателей. Это и культурные центры, это и библиотеки, это и, опять же, вузы, которые занимаются подготовкой по направлению социально-культурной деятельности. Дальше, после того, как были, собственно, сформированы вот эти модели компетенции, я чуть позже о них еще скажу, пошел, собственно, этап, а как это мерить? Как оценить того юриста, который будет работать в школе и как оценить того человека, который будет организовывать какое-то мероприятие? Какие инструменты оптимальны для того или другого специалиста? Вот на этом этапе как раз были подобраны инструменты для оценки компетенции и, собственно, как это применить, какие механизмы реализации всего этого, соответственно, в какую форму это все облечь, какими документами это должно все регулироваться, вся эта процедура, когда она будет. Надо сказать, что на данном этапе у нас исследование еще не закончено до конца. Мы провели первичную апробацию нашего инструментария, студенты у нас прошли первые этапы, что-то получилось, что-то не получилось. Надо сказать, что студентам самим было очень интересно во всем этом поучаствовать. И мы когда в декабре после вот первой апробации с коллегами из Института культуры и искусства собирались, ребята, которых мы пригласили, студенты, которые прошли вот через часть процедуры, сказали, все год здорово, но нам не хватило общения с экспертами. Нам очень нужно было, чтобы с нами вот эксперты, которых мы приглашали, дополнительно пообщались. Ну и как следствие, вот сейчас мы при дальнейшей работе немножко чуть-чуть изменили инструменты для того, чтобы вот студент мог вот эту связь с экспертом почувствовать, увидеть. Здесь на вот этих слайдах выведены в основном документы, с которыми мы работали, и тот запрос от работодателей по каждому из направлений, которые мы получали. Вот для юриста, допустим, в сфере образования сформулировали цель профессиональной деятельности, да, для юриста, который в образовании будет работать, это прежде всего предупреждение о нарушении обязательных требований, да, и уменьшение рисков для школы, чтобы школа не нарушала законодательство, потому что вольно или невольно порой бывает, что, ну, не зная закона, ты его нарушишь. Вот юрист в школе, он нужен для того, чтобы этого не происходило. Соответственно, работодатели, которые выходили с нами на связь, ну, собственно, мы когда работали над этим направлением, сошлись все на том, что вроде бы, вроде бы общий перечень запроса от работодателя, он характерен для, в принципе, для юриста. И, казалось бы, для начала, когда мы к этому подошли, вроде бы и нет особой специфики. А понимаешь, что специфика внутри, в том содержании, с которым этому юристу придется работать. Соответственно, у нас чуть дальше там будет слайд про саму модель оценки, модель компетенций. Будет видно, что вроде бы компетенции, они свойственны любому юристу, а внутрь в инструмент как раз зашивается вот та самая специфика, которая характерна для образования. Что касается социально-культурной деятельности организатора досугов в городском пространстве, здесь у нас профессиональные стандарты, может быть, немножечко покажутся, может быть, странными, потому что, с одной стороны, у нас педагог дополнительного образования, с другой стороны, педагог и специалист по техническим процессам художественной деятельности. Вроде бы такое совмещение несовместимого. Но, как оказалось, вот педагог дополнительного образования, он очень хорошо характеризует как раз вот этого специалиста, который умеет организовать большое или малое культурно-массовое мероприятие. Ну и запрос работодателей, соответственно, он, на самом деле, отразил как раз специфику вот этого специалиста. Потому что есть творческое направление, да, вот в организации культурно-массового мероприятия. Это сценарий, это режиссура, это там обеспечение освещения, работа с актерами и прочее. А есть, скажем так, административная часть, да, это документы, это обеспечение безопасности участников, это обеспечение... Господи, движение встаннее. Продолжаем? Это было подтверждение того, что мы говорим о... Митя просто как раз подумала о том, что, наконец, я четко знаю, что это за специалист, вот, и, видимо, твои мысли туда перекидали. Вот, да, вот он у нас проявился. Вот, и очень важным моментом наши коллеги-работодатели сказали, что продвижение мероприятий в средствах массовой информации, это оказалось очень таким важным для наших работодателей запросом. Значит, что касается моделей компетенции, вот о чем я говорила, да, для юриста четыре типовые компетенции. Но внутрь, в каждой компетенции, как раз мы в инструмент зашивали вот эту специфику юриста в образовании. Что касается организатора, да, здесь компетенции у нас чуть больше, но он отображает как раз сложность вот этого процесса. Он должен запланировать подготовку мероприятия, он должен разработать сценарий, он должен организовать, и здесь в этой организации зашита и работа с исполнителями, и работа с работниками сцены. Значит, что касается анализа, здесь две стороны этой медали. С одной стороны, он должен проанализировать то, что вот прошедшее мероприятие прошло, не прошло, удалось, не удалось. А с другой стороны, он должен в качестве экспертной позиции отсматривать другие и понимать, что он может оттуда взять, что ему будет полезно, что не будет. И опять же, удалось, не удалось то, на что он смотрит. Ну, обеспечена, собственно, документационная как раз история про то, что мы знаем, как это должно проходить, про безопасность, про билеты и про прочее. Что касается оценки, здесь, наверное, мелковато, значит, про юристов. Мы предлагаем такой подход. Тестовая часть, которая оценивает, в принципе, юристы, это же про работу с документами по большей части, да. Здесь кейсовые истории, которые ребята решают, обращаясь к нормативной базе, должны найти из описанного кейса правильный выход, да, правильное решение, юридически правильное решение ситуации. Опять же, про работу с документами мы предлагаем в качестве одного из инструментов разработку самим студентам юридического документа по тому заданию, которое ему предлагается. И если про тестовую часть мы говорим, что там возможна автоматическая оценка, то здесь оценка будет экспертная, оценивать будут юристы, которые работают в системе образования. И моделирование выступления в суде, это интересная история получилась. Мы предлагали ребятам исковое заявление, реальное исковое заявление, которое вот есть в открытом доступе. И ребята должны были на основании этого заявления подготовить выступление в суде с точки зрения со стороны школы. То есть иск был к школе, а они должны были со стороны школьного юриста рассказать свое мнение. У нас, Ольга Александровна, не хватит времени на... Тогда я пройду по организатору. Значит, что касается организатора досуга в городском пространстве, поскольку это более творческое направление, здесь чуть больше действия в системе оценивания. Да, есть тестовая часть, которая, по сути, вот эти документационные истории позволяют проверить, насколько они вообще владеют вот этим материалом по обеспечению организации мероприятий. Значит, презентация паспорта проекта. Здесь ребята должны как раз разработать сценарии, специализированные документы вроде монтажного листа и презентовать его экспертной комиссии. Мы это делали в виде видеозаписи, то есть это такой видеоролик, который ребята презентовали. Значит, моделирование репетиционной ситуации. Здесь, ну, собственно, все просто. Вот сцена, вот волонтеры, которые... Ну, в нашей ситуации, да, когда это модельная история, вот волонтеры, которые изображают артистов, вы, как режиссер, должны ребятам рассказать, что они должны изобразить вот в этой сцене. И анализ досугового мероприятия. Мы предлагали ребятам посмотреть, какое-либо досуговое мероприятие уже готовое, и они должны были по схеме его оценить. Значит, опять же, тестовая часть оценивается автоматически. Три последние позиции оцениваются при помощи экспертов. Эксперты у нас привлеченные из культурных учреждений Москвы. Это и вот дворец пионеров наш, знаменитый, да, Воробьевы горы. И клубные системы, и центр Меридиан. То есть достаточно большой спектр вот тех учреждений, откуда мы приглашаем экспертов. Ну вот на данный момент у нас прошла первая, да, такая проба, апробация. Мы продолжаем работу. В сентябре-октябре у нас следующий подход, следующая группа студентов, с кем мы будем пробовать еще раз. Спасибо. Спасибо большое, Елена Игоревна. Вопрос. Да. Вот вы сказали, чем это полезно университету в качестве там изменения программ, чем это работодателю полезно. Вот вопрос, зачем это студенту? Вот, мне кажется, классический вопрос в этой связи. Смотрите, с одной стороны, ну, во-первых, мы общались со студентами, которые проходили вот эту нашу апробацию, эту процедуру. Значит, ребята, которые вот в части социально-культурной деятельности, они люди творческие. Им, в принципе, было интересно поучаствовать вот в такой, в живой работе, подготовить проект реальный, который они потом смогут реализовать на одной из московских площадок, потому что, учитывая вот, да, такую вовлеченность и активность работодателей, их прям готовы, вот эти проекты, они были готовы брать, помогать ребятам их реализовывать там, на московских площадках. То есть им с точки зрения профессиональной пробы это было очень интересно. С юристами было чуть посложнее, потому что образовательное право все-таки это достаточно такая узкая область, да, то есть ребята сначала как-то так подумали, что вроде как это не очень интересно, это достаточно узко, мы хотим более, вот, так, более объемную. А потом, когда они попробовали, сказали, слушайте, а это интересно, а я, оказывается, еще и в школе могу работать. А я-то думала, что я пойду, ну, в условную нотариальную контору, а я, оказывается, еще и в школе могу работать, и там мне будет интересно, и там вообще как-то такие случаи, что даже не поймешь, с какой стороны к ним подойти. То есть ребята для себя находят в том числе неожиданное потенциальное будущее место работы. То есть, в общем, в дальнейшем это возможно даже, ну, если брать, допустим, тех же самых юристов, возможно, это там расхождение на какие-то другие направления. То есть это, по сути, и возможность попробовать себя в профессии, вот, в моделированной, с моделированной ситуации, и, ко всему прочему, еще возможность увидеть свои возможности вне уже университета. Да, совершенно верно. Плюс это возможность встретиться с потенциальным работодателем на площадке вот процедуры. Спасибо большое, коллеги. Может, у вас есть вопросы? Вот у нас. Коллеги, вот, подводя итог нашей с вами сегодняшней встречи, я смотрю, значит, и для меня очень таким сильным акцентом, который я увидела сегодня в нашем разговоре, является то, насколько важно разрабатывать критерии оценивания. Вот я смотрю разные процедуры, разные подходы, в общем-то, в разных уровнях, по разным направлениям. Но вот очень много схожих таких вот моментов, как про критерии, как их разрабатывать, совместно или отдельно ты закрылся в кабинете и в тишине разрабатываешь. И понятно, что они так не работают, эти критерии, когда ты в одиночестве. Значит, что явно с кем-то нужно их обсуждать, с кем-то нужно их моделировать и делать. И это очень такой важный момент, который, мне кажется, сегодня во всех сообщениях он явно был. Было понятно, что, собственно говоря, все инструменты строятся от того, что мы оцениваем. Они изначально, сначала инструмент, а потом под него критерии подтянем. Вот. И вот мне очень нравится, что у нас сегодня так очень логика сложилась, что все очень последовательно и логично. И большое вам спасибо за то, что вы сегодня обозначили, а зачем это студентам? И как это поможет нам внутри преподавания, внутри университета? Мне кажется, это такой тоже был важный момент, потому что, когда я слышу про оценивание, иногда я не слышу, а зачем оно, для кого оно? Я слышу про сложности составления вот этих вот как раз механизмов, критериев, значит, логики, выстраивания. Но абсолютно не видно, собственно говоря, и что за этим, и куда мы продвинемся. А сегодня вот Мария Анатольевна говорит, а вот, смотрите, во-первых, они в процессе создания примут эти критерии, во-вторых, они, собственно говоря, по сути, в процессе оценивания разовьются. И это сработает не на то, что мы выйдем, значит, с оценочными средствами для того, чтобы, а, вот сейчас мы точно зафиксируем тебя на каком-то уровне, а для того, чтобы раскрыть, вот туда надо идти, вот это твой путь, вот этому мы хотим тебя научить, вот это мы учим, а мы не то, чтобы только оценим, мы учим тебя через оценку, развиваем тебя через оценку. И вот включение вот этих моментов самооценки, самостоятельной работы, опять же, которую, ну, редко мы рассматриваем, потому что, ну, самостоятельно и самостоятельно, там отработал, мы сделали вывод, что-то у него не получилось. А тут нет, подожди, как бы, чтобы самостоятельно работать, нужно научиться самостоятельно работать. Чтобы там работать с самооценкой, нужно выказать параметры, которые нужно, вот, на которые в себе нужно обратить внимание и расшифровать эти параметры, чтобы вообще пойти попробовать, узнать еще что-то, нужно дойти попробовать, да, и еще свериться с тем, что а у меня уже это есть, эти компетенции или нет. И вот я очень благодарю вас за сегодняшний наш разговор, мне кажется, он получился, ну, по крайней мере, очень живой для меня, мне прям вот очень было интересно с этих точек посмотреть, потому что всем смотрим с одной точки, с одной позиции, на которой мы стоим, а сейчас я посмотрела с разных позиций, с позиций преподавателей, с позиций коллег из ПО, с позиций коллег, которые разрабатывают вообще для других направлений оценочные инструменты, вот, и я надеюсь, что это было полезно тем коллегам, которые нас сегодня слушали, вот, и я очень рекомендую обращаться к коллегам за опытом, за практикой, потому что только вот, как сегодня коллеги сказали, только наше совместное рассмотрение вот этих оценочных инструментов, и построение этой системы оценки вот в такой логике, оно поможет нам не так трудоемко создавать, не так много времени на это тратить, поэтому, может быть, и вам есть чем с нами поделиться, и с нашими коллегами, поэтому было бы очень здорово, если бы вы связывались друг с другом, и вот мы таким образом тоже систему оценки в университете развивали, вот, спасибо вам за встречу, коллеги.